Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это. Сколько организаций модернизировали по нацпроекту здравоохранения? Каких инфекций стоит опасаться летом? Можно ли сейчас заразиться гриппом? И как отличить вирусное заболевание от инфекционного? Я Анастасия Петрук. Давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПВ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Надежда, и у меня есть вопрос. Как поменять фамилию? Вернуть девичью фамилию или полностью поменять фамилию, имя, отчество можно, обратившись в любой ЗАГС. Что нужно и какие правила действуют, чтобы получить эти госуслуги, сейчас расскажем. Итак, до 14 лет поменять имя или фамилию ребенка можно только по просьбе обоих родителей и только с согласия органов опеки. При этом фамилию можно сменить только на фамилию другого родителя. Если же родители живут раздельно или ребенок родился вне брака и отцовство не установлено в законном порядке, для смены фамилии нужно обращаться в органы опеки. Вопрос решают в зависимости от интересов ребенка. С 10 лет поменять имя и фамилию можно только с согласия самого ребенка. Отчество несовершеннолетнему меняют только в особых случаях. Это установление отцовства, усыновление удочерения, его отмена и смена имени отцов. С 14 до 18 лет можно поменять фамилию, имя, отчество, согласие родителей или попечителей. А с 18 каждый сам вправе решать, как себя называть в официальных документах. Важное условие для фамилии, имя, отчество нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные символы и не являющиеся буквами знаки, кроме дефиса, а также бранные слова, указания на титулы, должности и ранги. Других ограничений нет. Для того, чтобы поменять фамилию, имя, отчество, нужно подать в ЗАГС заявление, паспорт, свидетельство о рождении, для несовершеннолетних детей документы о рождении, свидетельство о браке, если их было несколько и каждый раз изменялась фамилия, нужны справки о заключении всех предыдущих браков, свидетельство о расторжении брака, если принято решение вернуть старую фамилию, свидетельство о смерти супруга или супруги, если его или ее нет в живых, И последнее. Чек об уплате госпошлины за перемену имени в размере 1600 рублей. Обращение рассматривают до 30 дней, в случае отказа вы можете оспорить решение в суде. Если смену фамилии одобрили, нужно будет заменить документы. Среди них паспорт, полис ОМС, документы на автомобиль, водительское удостоверение, военный билет, полис ОСАГО за грандпаспорт, СНИЛС, ИНН, документы о собственности на недвижимость и сертификат на материнский капитал. В общем, дело это нелегкое. Если вы решили сменить имя или фамилию импульсивно, то лучше еще раз обдумать этот вопрос. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. В России за последнее время модернизировали около 9 тысяч объектов по национальному проекту здравоохранения. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что прежде в стране никогда не было такого большого объема работ по усовершенствованию зданий медорганизаций. Также Татьяна Голикова напомнила, что со следующего года нацпроект здравоохранения перейдет в три новых программы. Это продолжительная и активная жизнь, семья, а также нацпроект, связанный с новыми технологиями сбережения здоровья. В стране продолжается приемная кампания вузы и колледжи. И в этом году впервые прием на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости «Работа России». По последним данным, организации опубликовали более 76 тысяч предложений, по которым может быть заключено свыше 160 тысяч договоров на целевое обучение. При этом количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тысяч. С сегодняшнего дня Роспотребнадзор запустил новую горячую линию. Она посвящена вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. Специалисты ведомства будут консультировать граждан по целому ряду важных проблем. Например, как компенсировать затраты в случае нарушений или некачественной работы исполнителя. Также эксперты подробно расскажут, какие документы необходимо запрашивать у образовательных учреждений перед подписанием договора на услугу. Продолжаем наш эфир. Лето – это пора, когда не хочется думать о болезнях и лекарствах. Нам кажется, что солнце, воздух и вода наилучшим образом защищают наше здоровье от всех опасностей. Но дело в том, что всевозможные вирусы и бактерии превосходно себя чувствуют в теплой и влажной атмосфере. Чего стоит опасаться летом и какие инфекции пытаются нам испортить погожие деньки? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашей гостьей Александрой Холкиной, заведующей отделением скорой медицинской помощи Мариинской больницы. Александра, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия. Тогда давайте сразу начнем с вопроса. Кто же пытается нам навредить? Кто на нас пытается напасть? Какие это вирусы? Какие бактерии? Чего опасаться летом? В летний период наблюдается определенный спад острых респираторных вирусных инфекций и подъем кишечных инфекций. Подождите, то есть грипп отступил? Да, это не то заболевание, которое возможно в летний период, в случае крайне редки. Но это все-таки возможно, да? Это возможно, да, об этом не стоит забывать. И при заражении, контакте с зараженным пациентом это заболевание может распространяться, но значительно реже, нежели в осенне-зимний период. А почему кишечные инфекции так активизируются? В летний период наблюдается определенный температурный режим, который способствует распространению вирусов и бактерий в пищевых продуктах. Кроме того, при несоблюдении человеком правил гигиены реализуется так называемый фекально-оральный механизм передачи, который означает, что условно-патогенные и патогенные микроорганизмы попадают в желудочно-кишечный тракт и размножаются в нем, вызывая симптомы диареи и рвоты и тошноты. Ну вот мы спросили у петербуржцев на улицах, чем они думают, что горожане болеют летом. Давайте с вами посмотрим, послушаем и обсудим это. Мы очень часто летом, к сожалению, болеем наспорком, потому что, ну вот не знаю, наверное, ветра, вот что-то такое из-за этого. Летом чаще болеют аллергии. Все цветет, много ягод, много витаминов. От витаминов посыпаются дети, чешутся. Не знаю, может быть, патитами пусть только покупаются. А ну кишечные инфекции, наверное, иногда. Наверное, только простуды. Да, простуды. В основном. А так стараемся не болеть, закаляемся, поддерживаем здоровье. Летом, когда очень жарко ангиной. Почему так? Потому что очень много едят мороженого и пьют ледяную воду, и сидят под очень холодными кондиционерами. Ротавирус, конечно. Немытые овощи, фрукты, грязные руки, вода опять же в морях и реках. И, пожалуйста, результат. Летом не надо болеть вообще ничем. Лето, оно такое короткое и такое прекрасное в Питере. Так что не надо болеть, не надо. Какая у нас позитивная последняя леди. Нам попалось, расскажите мне, ангина и мороженое, взаимосвязь существует или нет? Вот один из наших гаражан уточнил такое. На самом деле все ответы, которые я услышала, были правильные. Все это возможно летом. Да, и что касается ангина, которая развивается, например, под кондиционером, как это принято думать. Здесь такой путь под воздействием холодного воздуха ослабевает местный иммунитет, что способствует размножению исходно попавшего в организм человека вируса или бактерии. То есть это лишь провоцирующий механизм, а исходно для любой абсолютной инфекции необходимо воздействие патогена, то есть бактерии или вируса. То есть сначала нужно поймать где-то бактерию, а потом, если иммунитет упал, тогда мы заболели. Да, абсолютно верно. С кишечной инфекцией все иначе. Какие симптомы вообще кишечной инфекции? Как ее можно отличить от других заболеваний на первых порах? Зависит от того, куда попал вирус или бактерия. Если он попал на уровне верхних отделов желудочно-кишечного тракта, то есть в желудок, то превалирующими симптомами будет тошнота и рвота. Если бактерия или вирус попали в кишечник, то доминирующим симптомом будет диарея. Это наблюдается наиболее часто. Есть определенные тревожные симптомы, которые показывают нам, что инфекция выходит из-под контроля, ее нужно уже лечить в стационарных условиях. Это наличие патологических примесей в стуле, выраженная обезвоженность организма. Во всех этих ситуациях следует задуматься об обращении за медицинской помощью. То есть не всегда активированный уголь может нам помочь и все пройдет? На самом деле активированный уголь является неплохим первым шагом для самолечения, потому что его механизм действия связан с сорбцией патогенов. Но важно понимать, что если он не помог в течение нескольких дней, важно уже обратиться за медицинской помощью. Но в целом его использование будет безопасным на первых этапах при любой кишечной инфекции. А вообще кишечные инфекции, они же бывают разными. Каких больше? Что чаще можно поймать? Если мы говорим с вами о летнем периоде, то это будет группа пищевых токсикоинфекций. Это большая инфекционная группа, которая вызывается условно-патогенными микроорганизмами. Условно-патогенные микроорганизмы, они в норме присутствуют и в организме человека, и на пищевых продуктах, и как раз-таки под воздействием теплового фактора они размножаются, колонизируются и могут в этом патологическом количестве вызвать симптомы инфекции. Это наиболее частый вариант. А вот если простым языком, где мы их можем найти? На немытых фруктах или на чем-то ином? Как на немытых фруктах, да, если их недостаточно промывать проточной водой. Так и при мясных и рыбных изделиях, если нарушается холодовое хранение этих продуктов. И также при немытых руках, да, такой базовый компонент, если нарушается гиена, то тоже возможно возникновение этих инфекций. Ну вот наш корреспондент Айна Керимова отправилась в приемный покой одной из больниц и уточнила, с чем приходят туда летом. Давайте посмотрим. По данному исследованию, количество травм летом возрастает почти вдвое у детей и на 30% у взрослых. Поэтому сегодня говорим о летних угрозах и способах их избежать, чтобы теплое время года точно оставило только хорошее воспоминание. Сюда доставляются пациенты так называемого красного потока в тяжелом, крайне тяжелом состоянии, с тепловыми ударами, с потерями сознания на фоне тепловых ударов, гипертермии. В летний период времени чаще всего происходит обострение хронических заболеваний. Чаще всего страдает, конечно, система органов сердца и сосудов. Летом повышается травматизм в результате повышения в том числе активности граждан. Поехала в Абхазию отдыхать, случилась беда, упала. Поднимают меня, у меня гипс. Как у Витцина или у Моргунова артиста, так и у меня. Следующий вопрос – как минимизировать риски? Шансы пострадать от акол или медведей куда ниже, чем от повседневных активностей. Поэтому перечислим топ самых травмоопасных летних занятий. Это катание на роликах, скейтборде, велосипеде, прыжки на батуте, посещение парков, аттракционов, готовка на гриле, мангале или костре. Опасность представляет не только сами угли или горячие предметы, но и ножи, жидкости для розжига и другие приспособления. Какие есть меры профилактики, что должен знать каждый человек летом? В первую очередь в жаркие часы постараться ограничить время нахождения на улице. То есть, соответственно, утренние часы более благоприятные и вечерние часы. Постараться избегать нахождения в общественном транспорте в дневное время, когда максимальное количество пассажиропотока, не забывать о достаточном потреблении жидкости. Также немаловажно помнить о правильной одежде. То есть одежда должна быть легкая, одежда должна иметь возможность пропускать воздушные потоки. Все, тогда? Да, беречь себя. И отдыхать. Безусловно, режим труда отдыха – это наше все. Вот про кишечные заболевания я поняла, про то, что травматология тоже работает на все сто, потому что куча велосипедов, скутеров, все выбрались на улицу, и, естественно, есть какие-то моменты, когда нужно оказать помощь. А вот все-таки вирусы, откуда они летом берутся? Ну вот откуда вот эта бактерия изначально, которую мы должны поймать, а потом с ослабленным иммунитетом пойти на путь болезни, вот откуда она изначально берется? Ведь летом вроде ничего к этому не располагает. Источником любой инфекции, как правило, является человек. При бактериальных инфекциях это могут быть также животные. И при реализации путей передачи, это может быть воздушно-капельный, контактно-бутовой или фекально-оральный способ. Соответственно, микроорганизм попадает в человека при условии, если его иммунитет ослаблен, происходит размножение вируса или бактерии, вне зависимости от того, какое время года сейчас. То есть даже сезонность на это не влияет? Есть просто сезонность для каждой инфекции характерная. Как я уже сказала, ОРВИ наиболее часто мы видим, встречаем в нашей практике в осенне-зимний период кишечные инфекции в летний период, если говорить об инфекционных. А вот сейчас туристический сезон, и к нам приезжают туристы из разных стран. Они приносят с собой какие-то инфекции, безусловно, да, которые в их стране, в их среде являются нормальными, а для нас они воспринимаются как-то иначе. Есть такое? Да, и это достаточно опасные кишечные инфекции. Они характерны для стран Азии, Африки. Они не эндемичны для Российской Федерации, но как раз-таки люди после отпусков могут занести их в нашу страну. И может вспыхнуть даже инфекционный очаг таких заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия. То есть все это может быть. У нас же просто этих заболеваний я не слышала. Да, как правило, именно в Российской Федерации они практически не встречаются. А как вообще уберечь своих родных и близких? Есть ли какой-то план, по которому, если действовать, то есть, конечно, всегда существует маленький вариант, что мы можем подцепить какую-то инфекцию, но, так сказать, обезопасить себя, если действовать по определенному плану? Самое главное – это соблюдение личной гигиены. То есть даже, может быть, более частый мытье рук, чем зимой и весной. И также очень качественная термическая обработка мясных продуктов, рыбных продуктов. И если мы используем фрукты и овощи, то тщательное промывание под водой этих продуктов. Все это в совокупности может уберечь человека от попадания кишечных инфекций. А вот профилактические меры, может быть, какие-то витамины пропить или какие-то комплексы, БАДы, там что-нибудь такое? Или это не поможет? Нет, это никак не повлияет на развитие инфекции. Это скорее можно применять в осенне-зимний период при острых респираторных вирусных инфекциях. При кишечных здесь, к сожалению, это не поможет. А вот вообще, как у нас прошел первый месяц лета? Пока не было никаких вспышек серьезных, чего-то такого? Ну, говоря о первом летнем месяце, мы наблюдаем определенный подъем обострений хронических заболеваний. Мы говорим сегодня об инфекциях, но не стоит забывать, что есть такие базовые заболевания, как гипертоническая болезнь и различные аритмии. И взрослые пациенты, и пожилые пациенты зачастую в летний период, находясь на даче, забывают о регулярном приеме своих базовых препаратов, что приводит к декомпенсации заболевания, и они поступают в стационаре. Также наблюдается определенная сезонность по аллергическим реакциям. Многие люди реагируют на цветение растений, и зачастую аллергия может протекать достаточно тяжело. С этим тоже пациенты обращаются со медицинской помощью. Ну вот давайте в завершение нашей программы поговорим про крепкий иммунитет. Вы говорите, что если он крепкий, то есть вариант, что ты какую-то болячку можешь обойти стороной, тебя убережет. Как этот крепкий иммунитет поддерживать, и что вообще такое иммунитет? Достаточно базовые рекомендации на самом деле. Это здоровый образ жизни, то есть достаточная физическая активность, отсутствие в жизни алкоголя и курения, достаточное потребление овощей и фруктов. Все это в совокупности приводит к хорошему иммунному статусу, и человек может сам воспрепятствовать любой инфекции без каких-либо дополнительных БАДов и стимуляций извне. А стали люди как-то более трепетно в последнее время относиться к своему здоровью? Потому что я среди своих друзей, например, чаще слышу, что вот надо это обследовать, надо вот тут витаминчики попить, надо вот это сделать, я сдала анализы. Раньше такого не было. Может, конечно, мы растем все вместе, изменяемся, но мне кажется, что люди как-то стали более осознанно к своему здоровью относиться в последнее время. Возможно, это касается более молодого поколения. Говоря о пожилых пациентах, к сожалению, у меня не складывается впечатление, что есть трепетное отношение к здоровью. Скорее, нам приходится, наоборот, убеждать пациентов в том, что необходимо выполнять определенные медицинские рекомендации. Среди молодых пациентов, да, есть определенный такой сейчас тренд на здоровый образ жизни и на осознанное отношение к своему здоровью. А как вот контролировать свою бабушку или дедушку, если ты видишь, что они как-то забывают о своем здоровье? Как им намекнуть, подойти с таблетками, сказать, давайте составим план? На самом деле есть множество механизмов для того, чтобы приверженность к терапии повышалась у пациента. Говоря о пожилых, это использование органайзеров для лекарственных препаратов. Они сейчас различные, современные, даже с сигналами о напоминаниях приема. Есть просто, грубо говоря, коробочки для раскладывания этих препаратов. И таким образом родственник пожилого пациента может заранее спланировать этот аспект жизни своего пожилого родственника. И это действительно помогает им не забывать о приеме препаратов. Ну и, конечно, просто звонки и напоминания со стороны родственников. Забота и любовь. Абсолютно верно. Спасибо вам большое. А я напомню, мы беседовали с Александрой Холкиной, заведующей отделением скорой медицинской помощи Мариинской больницы. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Анастасия Петрук. Объясняем СПБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова